Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, начало дня, и с нами день начинает самый оптимистичный, жизнерадочный, ведущий на Витрой ТВ, Владислав Воробьев. Владислав, приветствуем вас! Да, здравствуйте, Игорь! Всем доброе утро, день, вечер, в зависимости от вашего часового пояса, уважаемые участники. Ну, после такого прям теплого представления, надеюсь, я действительно буду самым жизнерадостным сегодня, хотя, если честно, как бы, ну, такое на рынке творится, особой жизнерадостности это не приносит. Давайте посмотрим, кстати, что там творится, собственно говоря, и, как обычно, по нашей презентации пройдемся. 19 марта у нас наступила, слава богу, весна в самом разгаре, погода за окном радует, но на рынке происходит что-то странное. Давайте более детально, как раз-таки, обсудим это, но для начала общие организационные вопросы, куда ж без них, чтобы, как говорится, потом не было мучительно больно. Я напоминаю, что вся информация, которую мы с вами рассматриваем, продолжает носить прогнозный характер. Это не рекомендация купли или продаж финансовых активов, и уж тем более доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Также не забывайте, что мы используем следующие методы прогнозирования, коль скоро общаемся раз в неделю. У нас часовой таймфрейм, скользящая средняя экспоненциального типа с периодом 24, относительно которой, если цена располагается, мы рассматриваем сигналы купли и продажи. Цена выше, считаем, что восходящее движение, цена ниже, считаем, что нисходящее. Также напоминаю про индикатор RSI с фактическими параметрами 14. Здесь нас интересует дивергенция. На вершине рынка пример в левой части, на дне рынка в центральной части графика. Также обращаю ваше внимание, что зоны перекупленности и перепроданности стандартные. От 0 до 30 перепроданность, от 70 до 100 перекупленность. Также напоминаю, что графический анализ – это наше все. На него мы делаем основной упор. Уровни линии тренды, в том числе и FIBA уровни. FIBA прикладываем на законченные трендовые движения с целью поиска коррекций, как обычно. Также напоминаю, что 38,2 и 61,8% – наиболее вероятные коррекционные отметки. Не забываем также с вами про фигуры, все, которые можем найти. Треугольники, кратные вершины основания, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники, головы и плечи, кастрюли, они же блюдцы и тому подобное. И ценовые каналы. Каналы у нас тоже регулярно попадаются и подают хорошие ориентиры как для входа, так и для выхода из рынка. Ну а теперь давайте посмотрим на новостной фон и узнаем, что ж нас на этой неделе ждет. Сразу обращаю ваше внимание, что сегодня все новости на одном слайде не поместились. Да, неделя предстоит очень насыщенная, причем как раз таки начиная со вторника. Понедельник был вяленький, а вот начиная с сегодняшнего дня, ну просто глаза разбегаются. В 9.30 по UTC сегодня по Великобритании уровень безработицы и еще какая-то требуха, назовем это так. Ну как обычно данные по Великобритании не выходят никогда в одиночку, там всегда идет пакетом. Поэтому будьте более внимательны и осторожны. Собственно говоря, сегодня по британскому фунту может быть повышенная волатильность и движения могут быть достаточно сильные. Завтра, друзья, также мы не останавливаемся на достигнутом. В Великобритания снова берет бразды правления. 20 числа в среду в 9.30 все так же. Индекс потребительских цен и опять же там до кучи еще несколько новостей. То есть порядка 3-4 новостей в одно и то же время публикуются. Будьте опять же более внимательны. Завтрашнее утро по фунту тоже может быть достаточно интересным. Также, друзья, в среду у нас в 18.00 решение Федрезерва поставки. Ну куда ж без этого. Вроде по прогнозам менять не собираются, но на всякий случай будьте бдительны. Плюс ситуация на рынке такая, что даже отсутствие изменения поставки в принципе, как по мне, может быть воспринято положительно для доллара США. Опять же, может я ошибаюсь, но время нас рассудит и среда покажет, что там будет происходить. Но тем не менее, я все-таки считаю, что если ставку не поменяют, а вероятность этого достаточно большая, что оставят те же 2.5, то нас все-таки ждет укрепление доллара хотя бы краткосрочно. Опять же, повторюсь, может быть я не прав, фундаментальный анализ не мой конек, но мне кажется, что ситуация на рынке именно такова. Но посмотрим. Далее, друзья, в среду также, в 19.00 у нас голосование парламента Британии по сделке по Брекситу. Хочется сказать очередное голосование и дай бог не последнее. Вот это уже становится доброй традицией. Парламент предлагает, парламент голосует. Тереза Мэй убегает. В Европе Британию отсылают и говорят, не надо выходить, иначе будет хуже. Ну, на самом деле, все это напоминает уже мыльную оперу и такую своего рода Санта-Барбару. Это все очень смешно, если бы не было так грустно. По моему скромному мнению, опять же, от Брексита в конечном итоге пострадают все. Я об этом, по-моему, не раз уже говорил. Но, тем не менее, вот пока что, видите, как есть. То есть вся эта история, она бесконечная. Интересно все-таки, будет ли там повторное голосование, будет ли повторный референдум, или как-то иначе это все произойдет, или все-таки случится выход. Пока что все это вообще покрыто мраком и тайной. И, как вы видите, в преддверии таких новостей и по факту фунт у нас, как правило, приобретает тоже повышенную волатильность. Поэтому в среду, друзья, будьте бдительны и осторожны. Растекся мыслей по Великобритании, хватит с нее. И так она, как видите, у нас центральное место на неделе занимает. Четверг, 21 число, 8.30 утра. По Швейцарии решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке. Текущая 0,75, останется тоже, скорее всего, 0,75. Никто там не ждет ни повышений, ни понижений. Также напоминаю, что Банк Швейцарии, в отличие от многих других, собирается раз в квартал, а не раз в месяц. И принимает решение о поставке. Поэтому это такое уникальное событие за три месяца. Если франком торгуете, промониторьте. Я лично знаю людей, которые сейчас доллар-франк продают, конечно же. Тех, кого паритет не пугает и его близость. И, друзья, я думаю, что тоже здесь можно ожидать дальнейшие ветки укрепления. И, ну, франка в смысле укрепления. Точнее, что я говорю такое? Укрепление, соответственно, доллара. Вот, доллар-франк вниз, соответственно, у нас... Что-то я запутался окончательно. Вот. У нас укрепляется... Слушайте, бывает такое, даже после 12 лет торговли на рынке. Если доллар-франк у нас идет вниз, то, соответственно, меньше франков дают за один доллар. Соответственно, у нас, да, все-таки франк укрепляется. Вот. И становится дороже. Он запутался в своих мыслях. Ладно, бывает. И, друзья, четвергом мы замыкаем. Собственно говоря, 21 число в 12.00. По Великобритании еще и решение Банка Англии по процентной ставке. Там тоже, скорее всего, ничего не поменяют, особенно в связи с Брекситом и всеми этими событиями. Поэтому, друзья, будьте здесь более внимательны и осторожны. Опять же, как видите, Великобритания у нас занимает центральное место на этой неделе. В пятницу будут новости. По-моему, розничные продажи по Канаде и что-то еще. Но они сюда по чисто физическим причинам не поместились. Потому что слайд не бесконечный. Тоже не теряйте бдительности в пятницу. Но там так, знаете, light-версия. То есть, вот по Канаде что-то выйдет. И что-то еще такое тоже не очень значимое. Ну что, давайте смотреть на наш торговый набор. Как обычно, у нас валютные пары, банковские металлы. Есть у нас энергоносители и криптовалюты. Куда же без всего этого. Начинаем мы, как обычно, с классики. И евро, фунт, иена, франк. Австралиец, новозеландец. И два кросс-курса фунт, иена, евро, иена. Внезапно, внезапно, собственно говоря, доллар, рубль и евро, рубль. Ну, внезапно не то, что мы их рассматриваем, а то, что у нас с вами произошло за неделю. И второй торговый набор посмотрим чуть попозже. Итак, что касается евро, доллара. Я напомню вам, наше наскальное творчество, которое мы рисовали на прошлой неделе, выглядело это, мы с вами общались, сейчас, когда мы общались, 11-го числа мы с вами общались, да, правильно, нет, 12-го, 12-го мы с вами общались. И там вот такая вот стрелочка рисовалась. Вспоминайте, кто забыл, собственно говоря, тот может освежить память и на Фейсбуке запись посмотреть на моей страничке. А вот, ну, собственно говоря, как и планировали. Тренд продолжился, движение вверх продолжилось. Ваш покорный слуга на прошлой неделе немножко евро покупал, но в пятницу, собственно говоря, нервы сдали и на этом остановился. Хотя, по факту, можно было продолжать сидеть и дальше. Также обращаю ваше внимание, что в принципе, в принципе, в принципе, по евро все хорошо. Скорее всего, движение продолжится. Угол наклона всей этой истории порядка 45 градусов. Как известно, самые устойчивые тренды именно под таким углом. Ну, здесь на самом деле чуть меньше, но практически. Вот. И я считаю, что дальше будет рост. В общем, все, кто покупает евро или покупал с прошлой недели так же, как я, я могу лишь пожелать оставаться в рынке, чего сам, увы, сейчас не делаю. Вы подтягиваете стопики за локальные минимумы и ждите себе дальнейшего развития событий. Пытаться продавать здесь сейчас и угадывать точки разворота, как по мне, это не вариант. Поэтому, в принципе, я больше сторонник. Продолжение роста, нежели какого-то внезапного разворота. Хотя, опять же, рынок нас рассудит. Далее, друзья, британский фунт. Но я не стал специально удалять наше прошлое общение. Помните, да, мы тот флаг пытались найти, все ждали бурного и безудержного роста вверх. Но стоило нам с вами пообщаться, и буквально в течение трех часов цена, собственно говоря, показала обратную динамику, и мы отыграли практически весь тот рост, который случился, что в азиатскую, что в американскую сессию. А вот я предупреждал как мог, честно. То есть вспоминайте наше общение в прошлый вторник. Я всячески вас просил, если вы будете даже играть с рынком в угадайку, делайте это меньшим объемом, в 2-3 раза, чем обычно. Обязательно ставьте стоп под минимум. Короче, я считаю, что моя миссия в тот вторник была полностью выполнена. Я, как вы знаете, в рынок не полез. Я об этом говорил, что я в угадайку играть не собираюсь. Ну, кто играл в угадайку, я очень надеюсь, что стоп вы поставили. Да, вы его получили, но при этом не потеряли гораздо больше, чем могли. Самое любопытное случилось на следующий день, естественно. Точно так же бурно, как мы падали, точно так же бурно мы и выросли, и обновили локальный максимум. Ну, друзья, это фунт. Такие вещи порой случаются. Что касается, собственно говоря, голосования по Brexit, которое было во вторник, вы прекрасно знаете, чем оно закончилось, а точнее, чем оно не закончилось. Вот, поэтому по факту там вообще самой новости, ну, мы чуть-чуть вверх-вниз подергались, и ничего интересного не произошло. Такие дела. Также обращаю ваше внимание на то, что сейчас мы забились вот в такой вот слегка нисходящий канал. Я, если честно, ну, начиная с пятницы предполагал, что он горизонтальный плюс-минус. И вообще, в принципе, ну, по большому счету, ничто не мешает. Его тоже изображайте сейчас горизонтальным. Но если все-таки рисовать красиво и по правилам, у него небольшой нисходящий наклон есть. Подозреваю, что далеко отсюда мы не уйдем, а учитывая то, что сейчас стоим практически по центру, то каких-то там особо сильных движений я не жду. Можно попытаться поработать в рамках канала. Я, как обычно, наугад, что называется, рисую две линии. Вы помните, это ни в коем случае не прогноз. Если там больше одной линии, это всегда угадайка начинается. Но я подозреваю, что движение будет продолжаться как-то плюс-минус вот в этом диапазоне. Сам вне рынка, если честно, влазить не советую. По индикаторам, так же, как и на евро, здесь шаром покати. Ну, на евро у нас с вами RSI сигналов не дает. Скользящая цена выше, то есть, в теории, восходящий тренд. А здесь же вообще все плохо. RSI на полтиннике, вообще никаких вариантов. А скользящую мы постоянно пересекаем, плюс есть канал. То есть, как бы, индикаторы здесь вообще ничем нам с вами не помогут. Вот такая вот печальная история. Также обращаю ваше внимание, что фунт может быть, ну, точнее, может. С вероятностью 99,9 его будет швырять на этой неделе из стороны в сторону. Может, конечно, мы и в каком-то конкретном направлении пойдем с повышенной волатильностью. Но я подозреваю, что нас будет просто в обоих направлениях кидать. И советую тоже дистанцироваться, так же, как и в прошлый раз. Доллар-иена. Что касается доллар-иены. Ну, в принципе, у нас продолжается коррекция на последнее восходящее движение. Видите, по FIBA мы не обновили ни 0%, ни 100%. Никто особо никуда здесь не продвигается. Цена постоянно пересекает скользящую вверх-вниз, вниз-вверх. И в итоге вот так мы и живем с этим. Как вы помните, еще на прошлой неделе мы выполнили 61,8. И все, кто продавали, говорил о том, что можно фикситься и ничего не делать. На этой неделе, я повторю это практически дословно, за исключением того, что можно фиксировать прибыль, потому что никакой прибыли и сделок у нас не было, можно просто ничего не делать. Мы продолжаем корректироваться. Я пытался сюда и каналы, и треугольники, и все, что угодно подрисовать. Но это реально, знаете, поймался я на мысли, что когда пытался здесь что-то найти, что подгоняю желаемое под действительное или наоборот, точнее. И в итоге отказался от всех этих мыслей и никаких фигур решил для себя, что здесь нет. По скользящей продаже цена ниже, по RSI, мы выше зоны перепроданности, но опять же никаких сигналов он нам не дает. Доллар-франк. Кто, соответственно, не побоялся продавать доллар-франк, кого паритет не пугает, можно было неплохо заработать, как на прошлой, так, собственно говоря, и на этой неделе. Ну, вчера в понедельник вечером как раз можно было фиксить прибыль по 61,8. Опять же, повторюсь, знаю человека, как минимум одного, который продает доллар-франк, буквально вчера общался на эту тему с ним, ну, не только на эту, но в том числе. Вот, поэтому подозреваю, что все, кого паритет не пугает, в отличие от вашего покорного слуги, здесь подзаработать могли. Тем более, что все было достаточно четко, просто и понятно, тренд пробился, FIBA можно было приложить, даже был тест линии тренда с обратной стороны. Короче, все для людей, что называется. И дальше мы все спокойненько сначала на 38,2, вот, а потом на 61,8, как так и надо. Не знаю, заработали вы или нет. У нас официально в рамках нашего обзора сделки не было, мы не совершали, поэтому, ну, тут как у кого сложилось со швейцарским франком. Но сложиться могло, в принципе, неплохо и с прибылью. Если у вас были продажи или вы сейчас в рынке, я бы советовал зафиксить результат, либо же затянуть стоп как можно дальше без убыток и просто подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, вот такие вот мысли. Далее, друзья, австралиец. Что касается Австралии, да и, в принципе, Новой Зеландии, сюда же в придачу. Ну, вообще, если честно, ничего интересного тут не происходит. У нас есть, собственно говоря, средняя, ну, посредине канала мы находимся на средней линии. И в целом у нас, можно сказать, продолжается какой-то такой вялый и непонятный рост. Да, по австралийцу были положительные новости, там мы действительно просто рвались наверх, что называется. Но при этом в таких масштабах видно, что все это происходит все равно достаточно вяло и медленно. Как по мне, торговать здесь особо резона никакого. То есть я вне рынка, вам советую быть там же. Если же и рассматривать какие-то варианты, то я бы сейчас советовал исключительно о покупках рассуждать. То есть если мы скорректируемся к нижней границе, вот ловить его где-то здесь и рассчитывать на дальнейшее восходящее движение. Пока пробоя нет, этот вариант основной. Если вдруг что-то случится и пробьемся, ну, там будем уже думать по месту. Но пока вижу плюс-минус вот так развитие событий. Ну и как всегда, не забывайте, что там две линии на графике, нарисованные прогнозы, это всегда фантазия автора. Ну, в данном случае, моя. Что касается новозеландца, здесь еще хуже. Если на австралийце есть смысл хотя бы подождать и при отбое от нижней границы канала попытаться купить, то на новозеландце нет смысла даже пытаться войти в рынок. Обращаю ваше внимание, что у нас, ну, по факту сегодня и вчера, ну, точнее, вчера произошел пробой как раз таки в азиатскую сессию. Потом мы тестили, вот, ближе опять к новой азиатской сессии вечером с обратной стороны границу треугольника. Все-таки продавили, зашли вовнутрь. И, в принципе, если покупки были, стоп-лосс не должен был сработать. Но выглядит все это очень печально. Я надеюсь, что в рынок никто не заходил, однако, если зашли, будем констатировать тот факт, что выбора у вас нет. Остаемся в рынке, ну, я так понимаю, покупаем, если вчера были покупки, и стоп-лосс остается на том же месте. Если же у вас сделок не было и по новозеландцу вы не залезли во все это дело, то пока что, пока что остаемся вне рынка и смотрим. Как и сказал, ситуация хуже, чем с австралийцем. Если там хоть чего-то можно подождать, здесь, ну, можно даже сказать, что у нас некий боковик. Если этот треугольник не удастся в итоге, то не исключено, что мы будем гулять в диапазоне. То есть по новозеландскому такая полная классическая неопределенность. Лично я, глядя на этот график, не вижу смысла вообще пытаться какие-то телодвижения совершать. По RSI смотреть не на что, с середины по скользящей то покупке, то продаже вверх-вниз бьем, ничего интересного не происходит. Далее, друзья, следующий наш с вами герой фунт-иена. Ну, точнее, как, тут целых два героя, и фунт-иена, и евро-иена. Как вы понимаете, фунт дал жару на прошлой неделе, и фунт-иене тоже досталось, конечно, зацепило ее. Вот, причем достаточно сильно, как видите, зацепило, вверх-вниз раскидало, и вот мы с вами так и живем, что называется, с этой ситуацией. Как по мне, по фунт-иене, ну, особо нет резона пытаться тоже какие-то действия предпринимать. Индикаторы нам ответов ни на какие вопросы не дают, RSI молчит, как партизан. По скользящей, в принципе, у нас продаже полным ходом. Но при всем при этом я тоже пытался здесь канал нарисовать, думал, может, какая-то фигура. В итоге опять поймался я тоже на мысли, когда анализ делал, что подгоняю желаемое под действительное. Краткосрочно здесь есть где поработать. Мое мнение, продажи более предпочтительны, нежели покупки. То есть, да, если там ловить на 15 минутки что-то, я думаю, уверен просто, что вы найдете. Но в рамках часовки именно такого среднесрока на неделю фунт-иена, как по мне, крайне малоинтересно. Далее, евро-иена. Что касается евро-иены, вслед за евро устойчивый восходящий тренд, все в порядке, там с 11 числа плавненько росли, все нормально. Ну, мы с 12 общались, то есть тоже подрастаем. Подрастаем, но последние пару дней, как видите, иена начала вмешиваться в процесс. И у нас по факту комбинация движений евро и иены привела к появлению вот такого боковика. Мое мнение, можно покупать, причем так, краткосрочно, с небольшим стопом. Здесь есть где развернуться и целиться на обновление вчерашнего хая. Но это как я вижу. Правда, справедливости ради, мы уже отбились от этой нижней границы. Я хотел специально при вас нарисовать, чтобы вы посмотрели, как выглядит логика рассуждений. И обратите внимание, приближаемся уже к средней линии. Однако, если вам этот канал понравится, если вы рассчитываете тоже на продолжение роста, купить с небольшим стопом, профит, правда, будет раза в полтора больше, а то и где-то в 1,2. То есть тут соотношение не ахти. Да, попытаться вполне можно. Индикаторы, опять же, нам подсказок особых не дадут. Ну, скользящая в канале вообще бесполезная субстанция. А если ориентироваться по граф-анализу, то покупки интереснее, чем продажи. Плюс-минус 126.70, если целиться именно в обновлениях хая. Сейчас у нас 126.25. То есть, грубо говоря, пунктов 50.55 и стопа за 30. Такие дела. Далее, доллар-рубль и евро-рубль. Ну что, произошло то, чего, если честно, я не ждал. Но, наверное, в этом-то и прелесть рынка. Порой происходит то, чего ты совершенно не ждешь. Обращаю ваше внимание, что у нас пробилась нижняя граница канала. Причем пробилась она достаточно серьезно. Вот, сделаем мы это чуть ли там не с гэпом и продолжили укрепление. В общем, все говорит о том, что идем на 63.20. Я не знаю, имеет ли смысл сейчас продавать. Ну, вообще, то есть, как бы судите вам лично, исходя из размера вашего депозита, куда вы попытаетесь стоп поставить, если что, и так далее. То есть, в принципе, по граф-анализу 63.20 наш ориентир. Если кто-то продавал на пробое, ну, я могу за вас только порадоваться. Стоп должен был стоять за средней линией, но сейчас его можно уже смело в безубыток затянуть и вообще не переживать на сей счет. Мое мнение. Ну, во-первых, все, кто, друзья, живет в России, у вас есть хорошая возможность закупить твердые валюты. Вот, пока такая благоприятная ситуация. То есть, с этой точки зрения, данную историю тоже стоит рассмотреть, и это может оказаться интересным. Второй момент, что касается продажи исключительно на рынке. Если прямо от текущих уровней подумаете, надо ли вам это, и подумайте, куда вы поставите стоп. Если продажи были по факту пробоя, стоп я бы уже переносил в безубыток и спокойно ждал, чем вся эта история закончится. Вот такие вот мысли. Вот, я вне рынка. То есть, чтобы вы не думали, что я там что-то скрываю или тайком продаю доллар-рубль. Нет, я вне рынка и просто наблюдаю за происходящим на рублевых инструментах. На евро-рубле та же самая история. Как вы помните, я думал, что треугольник будет пробиваться вверх. Ну, со словом пробиваться не ошибся, с направлением немножко не сошлось. Вот, треугольник пробился вниз, цель 72.45, но здесь, в отличие от доллар-рубля, даже близко нет смысла пытаться что-то сейчас делать. Потому что если там мы еще, ну, грубо говоря, не отработали половины цели, даже вот с учетом этого отката, то есть где-то, ну, я даже не знаю, сколько это, ну, процентов 40, наверное, цели сейчас отработано. То есть здесь, обратите внимание, уже отработано было 75. То есть евро-рубль более волатильный по понятным причинам, и здесь мы гораздо быстрее начали скатываться, и в результате, ну, три четверти цели уже выполнены. Поэтому входить сейчас вообще никакого резона. Если кто-то продавал по факту пробоя нижней границы треугольника, я рекомендую остаться в продажах, стоп, затянуть в безубыток, и опять же посмотреть, чем все это закончится. Вот такие вот мысли. Так, по RSI, ну, забрались мы в перепроданность, пока не вышли. То есть даже в теории сигналов не дает, по скользящей, конечно, продаже полным ходом. Итак, рассмотрели мы наш с вами первый торговый набор, теперь давайте ко второму. Я напомню, что во втором наборе у нас притаились криптовалюты, бантовские металлы и энергоносители. Вот такой вот у нас, хотел сказать, тандем, но здесь скорее трио подбирается. Мы продолжаем рассматривать с вами биткоин, биткоин кэш, эфиры, риппо, монера, золото с серебром, две марки нефти, бренд и VTI. Кстати, там любопытная ситуация, сейчас расскажу. Я, правда, не знаю, как ей воспользоваться, но ситуация любопытная. И натуральный газ, natural gas. Итак, начнем с битка. Биток потихонечку растет, двигается в восходящем направлении, но по-прежнему в рамках вот этого канала. Каких-то экстраординарных совершений я здесь, честно, не жду. То есть даже близко не рассчитываю на то, что произойдет что-нибудь веселое и интересное. Нет, не подумайте. Вообще не вижу таких предпосылок. Единственное, что могу сказать, радует то, что мы пытаемся закрепиться за четырьмя тысячами. Делаем мы это, конечно, вяло, плавно, не спеша и по чуть-чуть, но все-таки пытаемся делать. На CoinMarketCap тоже можно наблюдать настоящие баталии, как часто и как быстро меняется там цена. И можно все-таки видеть, что большую часть времени мы уже прибываем выше четырех тысяч, что, как по мне, достаточно добрый знак. С практической точки зрения, тем не менее, вся эта история вообще бесполезна. То есть торговать здесь лично я резонно не вижу никакого. Лучше остаться в стороне от происходящего. Ну, разве что, если произойдет пробой канала и вот там уже от этого отталкиваться. Я пока что тут возможности для заработка особо большой не вижу и рекомендую оставаться вне рынка. Но это, опять же, мое мнение. Я не претендую, что оно самое правильное. Если у вас там есть мысли покупать или продавать сейчас, вы можете их смело реализовывать. Я говорю лишь за себя. По скользящей смотреть не на что. Вверх-вниз, вниз-вверх. Плюс здесь некое подобие треугольника даже формируется. По RSI тем более. То есть мы в районе 50% сигналов никаких. Канал остается живее всех живых, но пока что не пробитый. Ждем и посмотрим, что из этого получится. Далее, друзья, биткоин кэш. Я здесь даже нарисовать чего-то толкового и внятного не смог. Как можно было заметить, прошлая неделя не принесла 114.35. Несмотря на то, что канал мы пробивали, мы постояли, потоптались на месте. И в итоге все-таки нас увело 14 числа в восходящем направлении. Ну, в принципе, все криптовалюты подросли. Здесь биткоин кэш не является каким-то откровением или исключением. То есть как все двигался. Но единственное, что здесь не получается лично у меня найти, к чему привязаться. Опять же, были мысли и с каналом, и с треугольником. Попытался, ничего не понравилось и от идеи отказался. На текущем этапе вне рынка. Жду, что из этого получится. Также обращаю ваше внимание, что биткоин кэш немножко обогнал эфир по своей стоимости. Ну, разница уже где-то порядка 20 долларов. Это весьма неплохо. Опять же, как вы помните, биткоин кэш для меня является хорошим инструментом. Я делаю на него в перспективе ставки, даже больше, чем на биткоин. Опять же, имея в виду процент прибыли, который он может дать. Напоминаю, что в пике за кэш давали больше 4 тысяч. Прямо столько, сколько сейчас за обычный биткоин дают. А сейчас 160 долларов. Ну, считайте сами, в случае обновления исторических максимумов, какой процент доходности здесь может быть. Биткоин таким похвастаться не может. Что касается также биткоин кэша, хотя, в принципе, это, наверное, все. Хотел еще сказать, что там некоторые новости выходили, но они такие довольно противоречивые. И рынок их, в принципе, проигнорировал, поэтому такое. Эфир, друзья. По эфиру у нас чистой воды боковик. Если по биткоину хоть слегка восходящий канал, то здесь все грустно и печально. По эфиру, обратите внимание, у нас чистый боковик. Мы постучались на прошлой неделе в верхнюю границу, попытались, собственно говоря, преодолеть отметку 140. Ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас, кстати, по эфиру логично ждать движения вниз. Но, опять же, будем смотреть, не случится ли так, что мы развернемся и пробьем все-таки верхнюю границу. И опять пойдем проверять на прочность уровень 170, грубо говоря. Пока что тоже непонятно. Если кто-то из вас краткосрочно надумает продавать, тянуть стоп-лосс за локальный максимум – это бессмысленно и беспощадно. Надо будет ставить стоп где-то поближе. Ну, тут несколько вариантов. Опять же, мне они все не очень нравятся, поэтому я вне рынка. И ждать нижнюю границу. Вот такие вот мысли. Но, опять же, не считаю, что эфир прямо самый интересный инструмент сейчас для торговли. Ripple, друзья. По Ripple 12 числа обязательно хватанули стоп-лосс. Здесь без вариантов. 32.25, напомню, у нас стоял. Мы пытались продавать по этому треугольнику. Какое-то время здесь была прибыль. Ну, стоп-лосс, конечно, небольшой, но, тем не менее, он есть. Ничего, правда, там страшного и критичного не случилось. И, как видите, фигура не отработалась, и мы забились вот в такой вот очень узкий боковик. И по Ripple остается лишь ждать, в каком направлении мы этот боковик покинем. На текущем этапе ждем дальнейшего развития событий и в рынок не входят. По RSI смотреть не на что. Вот, по скользящей, ну, вы сами понимаете, да. То есть здесь даже говорить не о чем, не то, что смотреть не на что. Монеро. Меня радует, что мы закрепились выше 50. Правда, есть вариант того, что мы пойдем на 49.50, грубо говоря, 49.60. Вот где-то в эти края. Ложный пробой канала был, собственно говоря, 16-го числа. И можем прийти к нижней границе. Это, опять же, не отменяет перспектив дальнейшего роста и движения в район отметки 55. Если же, опять же, вся крипта будет двигаться наверх, то, скорее всего, нижней границы канала мы так и не увидим и будем пробиваться выше. Что касается текущей ситуации, ну, средняя линия канала. Понятно, что от нее торговать мы не будем, поэтому это так, чисто гипотеза. Все, у кого в портфелях есть Монеро, я думаю, вы довольны происходящим. И, в принципе, на жизнь не жалуетесь. Каждый новый виток роста – это приятно. По AirSai смотреть не на что, по скользящей… Ну, вообще, в теории, конечно, продажи, цена все время ниже, но все действие происходит в рамках канала, поэтому особо неинтересно. Золото, друзья. Ну, как-то вот так вот живем своей странной жизнью. С прошлой недели что у нас изменилось? Мы попытались снова закрепиться выше отметки 1300. С первого раза это не удалось, откатывали. Вот, и сейчас вот такой вот слегка восходящий канал. Меня смущает тот факт, что движение замедляется, хотя максимумы каждый день обновляются изрядно, но при этом как-то волатильность все ниже, 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 пружиночка сжимается и готовимся выстрелить. Многие считают, что выстрел будет вверх. Я, если честно, ну, скорее да, чем нет разделяю эту позицию. То есть тоже считаю, что у золота дорожка вверх. Но пока что не вижу предпосылок и не вижу точек, вот в которых можно было бы там купить прямо сейчас и продолжать верить в светлое будущее. Пока что такого не наблюдаю. Поэтому, друзья, ждем, смотрим, мониторим. И сейчас в рынок входить резона особо не вижу. Вот, по, собственно говоря, РСА. Мы коснулись зоны перекупности, откатились по скользящей покупке. Канал остается актуальным, то есть, в принципе, если смотреть на верхнюю границу и рассматривать вариант похода от нижней, ну, как минимум 1313. Это как минимум. Ну, и плюс, как вариант обновления вот этого хая. Но пока все это очень вяло. Посмотрим, как на этой неделе будет складываться и получит ли золото дополнительную волатильность с учетом всех новостей. Далее, друзья, серебро. Что можно сказать про серебро? Здесь канал даже красивее, чем на золоте. Я, кстати, хотел цели и стопы расставить, но, как видно, по графику сделать это забыл. Ладно, будем импровизировать и делать вручную. Так, если вы планируете все-таки здесь покупки, канал выглядит все так же, как я и сказал. Верхняя граница у него находится на отметке 15.55 плюс-минус, пометьте себе. Ну, а если рассматривать вариант покупок, стоп-лосс надо ставить где-то 15.30 под нижнюю границу канала. Вот такие вот, собственно говоря, идеи. Соотношение стопа к профиту здесь даже больше, чем 1 к 2. Ну, понятно, профит в два раза больше, чем стоп. Здесь даже выше. Почти 3 к 1 может набраться, если все правильно сделать. И серебро достаточно интересно и перспективно с этой точки зрения. Главное, чтобы к следующему вторнику я не забыл, что мы здесь все-таки покупки обсудили. Хотел расставить цели, но вот видите, вылетело как-то из головы. И пропустил. Бывает ничего страшного. Устно мы все обсудили. Кто захочет в записи, обязательно пересмотрят. Ну, а кому эта мысль интересна, я думаю, вы себе уже записали. 15.30 район для стоп-лосса и 15.55 район для тейк-профита. Покупки хоть от текущих уровней, все в рамках восходящего канала. По скользящей, ну, в канале смотреть не на что, но в теории покупки, по, собственно говоря, RSI, тишина. Ближе к полтиннику, нежели к каким-то нормальным сигналам. Итак, друзья, бренд. Что касается бренда, обращаю ваше внимание, что волатильность хоть и повышенная на рынке, но ничего интересного не происходит. В который раз, друзья, пятница у нас становится самым любопытным днем недели. Ну, я напоминаю, соответственно, вот у нас прошлая пятница. Мы падали, взяли, отыграли больше половины. Вот у нас пятница, которая была перед прошлой пятницей. Вот ничего не напоминает, да? Если там глянуть на предыдущую пятницу, все, конечно, было не так, но такая тенденция тоже немножко прослеживалась. Что со всем этим делать? Если честно, ничего. То есть волатильность повышенная, но по факту, если открыть там дневной график бренда, вы увидите, что мы стоим в очень узком диапазоне. Этот диапазон слишком рваный для часовки. Здесь не получается провести какие-то горизонтальные линии или что-то в этом духе. Но если вы откроете дневку, вы увидите, что по нефти не происходит ничего. То есть пока что определиться с направлением у рынка не получается. А вот теперь тот любопытный момент. Ну, здесь вне рынка, бренд не трогаем. А вот теперь тот любопытный момент, о котором обещал сказать. Обратите внимание при всем этом на VTI. VTI у нас живее всех живых, рвется наверх. И постоянно на протяжении, во всяком случае, ну вот с той самой прошлой пятницы, вот с 8 марта у нас регулярно обновляет максимумы. То есть если по бренду можно сказать, что ничего особо интересного не происходит. И последние там 4 дня, но с учетом прошлой недели, мы формируем прям боковик и максимумы даже не планируем обновлять. VTI все это время уверенно хаи обновляет. И сегодня даже не исключен вариант, что мы пойдем туда 59.90 проверять на прочность. Вот, ну не знаю, как насчет 60. Все-таки линия канала пока что 59.90. Но не исключено, что и 60 психологический уровень тоже можем попробовать. Покупать или не покупать, вот в чем вопрос. Ваш покорный слуга вне рынка, если вам интересно. У меня сделок по нефти нету, я наблюдаю за всем происходящим, пытаюсь осознать увиденное и понять, что с этим делать, но пока в рынок не зашел. И любопытен тот момент, что опять же в связи с вот таким вот поведением цены, ну на бренде и на VTI, как вы понимаете, спред сокращается между этими инструментами и все меньше и меньше становится разница в стоимости барреля. Это бывает, бывает такое нечасто, то есть когда по факту, ну не то, что в разных направлениях нефть идет, а вот, например, бренд стоит, а VTI прет наверх. Либо же наоборот иногда бывает, когда бренд летит вверх, а VTI топчется на месте. Или наоборот, бренд падает, а VTI стоит на месте. Такие ситуации достаточно редки, в основном все это торгуется сонаправленно, плюс-минус, но вот бывают и такие моменты. Как я и сказал, с практической точки зрения, вряд ли мы можем это использовать как-то на нашем бытовом трейдерском уровне, крайне маловероятно, но в теории понаблюдать интересно. Плюс по VTI есть вполне конкретные цели и ориентиры, чего нельзя сказать о бренде. Такие вот дела. Ну и, друзья, газ, который решил с нами поиграть немного. Я напомню, что у нас здесь были не очень удачные покупки, которые закончились стоп-лоссом, а потом мы рассмотрели продажи с целью 2.71.5. В результате на протяжении всей недели, что мы не виделись, у нас сформировался боковик. Это достаточно печальное зрелище по той простой причине, что стоп еще не сработал, он должен был стоять за средней линией, как вы помните, канала. Но при всем при этом и от цели мы все дальше и дальше. То есть в боковике ходим и даже не думаем пока что спуститься. Если вы в рынке, выбора нет. Остается сидеть и продавать и ждать. Если у вас сделок не было, оставайтесь вне рынка. То есть сейчас по газу не самый лучший вариант. Либо же, если рассмотрите все-таки вот этот горизонтальный канал, который появился, то можно рассмотреть краткосрочные продажи, но с меньшими целями и куда меньшими стопами. Вот такие вот идеи с газом. А вот эта вот сделка как-то, видите, она нас подводит пока что. Но посмотрим, что будет далее. По RSI смотреть не на что. Приближаемся к перекупленности. По скользящей плюс-минус вверх-вниз-вниз-вверх. Такие дела. Ну что, мы с вами посмотрели на все, что планировали на сегодня. Я постарался рассказать все, что думаю по поводу происходящего, плюс поделиться своей точкой зрения и тем, как я сейчас вижу рынок. Мы встречаемся 26-го, друзья. Это тоже вторник, не поверите. На том же месте в тот же час. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Я с радостью отвечу. Если, в принципе, все было понятно, ну тогда в Зосим будем подводить итоги. Да, спасибо большое, Владислав, вам за ваш обзор, как обычно. Качественно и интересно, это здорово. А у меня есть для вас новость. Она для вас в двух, так сказать, скажем так, смыслах может быть. Да, или хорошая. Хорошая. В двух смыслах может быть интересная. В чате я ссылочку на нее даю. Смотрите, виза, ну известная система всем хорошо, у всех карты виза есть. Виза объявила вакансию, ищут людей на позицию технический продакт-менеджер. То есть человек, который будет организовывать в системе виза финтех в Пала-Альта, Калифорния, будет организовывать криптовалюту-экосистему. То есть человек, который будет создавать систему расчетов в крипте по карточкам визы. Ну, во-первых, на мой взгляд, это очень хорошо для крипты в целом, если виза уже стала на этот путь. Но вы понимаете, да, что они там не просто так берут человека. Кроме того, я почитал, кому он будет подчиняться. Он будет подчиняться Head of Crypto. То есть там уже есть человек Head of Crypto, а мы не в курсе, что это так. Это новость шикарная. А вторая, друзья, раз ищут вакансию, там нужно образование управленческое. То есть там нет технического специалиста ищут. С опытом от трех лет торговли крипто. И я подумал, а что Владислав Воробьев как бы не пошлет туда вакансию? Посмотрите повнимательнее на визу. Может, они вам понравятся. Тем более вы к релокации готовы. Там ничем, восемью детьми не обременены. Поэтому почему нет? Почему не попробовать? Мне кажется, для вас было бы интересно, как вы на это смотрите. Или у вас только трейдинг, трейдинг и ничего, кроме трейдинга? Ну, предложение, конечно, интересное. С другой стороны, много интересных предложений каждый день и так. Я почитаю. Спасибо за наводку на визу. Я понял вас. Нет, это здорово. Это здорово. Кстати, уточню. У вас предложение связано с криптой или с разными сферами? Просто мне интересно, по крипте есть предложение текущее? Ну, по крипте сейчас очень мало, конечно. То есть, больше Форекса, скажем так, и американский рынок, я подозреваю. Ну, классики жанра больше. Я понял. Ясненько. Вот поэтому меня это удивило, что крипта вроде бы падает, подсыпается. А вот смотрите, а виза, наоборот, вступила в эту воду. И значит, крипта будет жить, друзья. Вот это главный вывод. Крипта жить будет. Это одно. Все по заветам дедушки Баффета. А что он сказал на этот счет? Ну, насчет крипты ничего, но он-то любит недооцененные активы. Я понял. Спасибо большое, Владислав, вам за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Да, Игорь, большое спасибо вам за возможность поделиться своей точкой зрения. Всем, друзья, профитов да побольше. Увидимся через неделю и всем хорошо поторговать. Удачи и до встречи. Спасибо. До свидания.